На ремонте колонка газовая. Вайланд Гейзер Мах ПРО. Тип B11BS. В разобранном состоянии она выглядит. Вот такая газовая колонка. Снята лицевая панель. Но проблема в том что плохо проходит вода через нее. Накипь образовалась. В нашей местности вода с большим содержанием железа и сильно откладывается внутри трубок. По качеству колонка очень алюминиевая. Но суть не в этом. Необходимо прочистить. Прочищать будем именно промывкой специальным раствором. Для этого есть вот такая станция для промывки. В нее заливается кислота и будем потихонечку ее промывать. Каким образом это будет происходить сейчас все покажу. Но после промывки будет много. Вот я включил промывку. Как-то она пока не очень сильно промывает. Система работает. В боке фосфорная кислота. Насос. Обыкновенный насос от стиральной машинки. Он по шлангу закачивает в подачу воды. А с выхода воды выходная трубка выходит назад трубок. Через некоторое время покажу чем все закончилось. Начало приблизительно вот такое. Еле-еле течет. Прошло где-то полчаса. Вот так течет вода. Оказалось немного сложнее чем я ожидал. Я уже отключил саму автоматику. Думал может быть через нее плохо протекает. Чтобы напрямую. Чисто напрямую. Отключил в обратную сторону. И все равно еле-еле течет. Но уже немножко лучше. За полчаса. Ну может быть два раза. Это увеличился напор. Но все равно слабый. Ждем дальше. Я иногда выключаю насос. Потому что он нагревается в полчаса. Он уже горячеватый. Но когда я выключаю все равно там внутри остается. Кислота работает. Я время от времени выключаю и выключаю. Ну и таким образом. Как-то я думал быстренько я сделаю. Я отсоединю. Вот здесь я просто вот так вот отсоединю. Получается что это вход. Я теперь уже. Выход с насоса подключил. Вот сюда. На выход с колонки. В обратную сторону. Запустил. Но все равно. Думал. Иногда это помогает. Какие-то кусочки отрываются и держатся на поворот. Бывает они перестановятся в другую сторону. И лучше ничем. Сейчас вот таким образом. Прошло полчаса. И вот такой напор. Следим. И так первый этап. Химическим путем я постарался растворить окалину, которая была в теплообменнике. Это привело к тому, что окалина оторвалась от стенок и начал вообще забивать трубки. И хуже стало. Поэтому решил как второй этап. Потом третьим этапом опять буду химически это делать. Но сейчас второй этап механический. Я просто подсоединил как видите к обыкновенному смесителю. Вход полдюймовый. Поэтому от обыкновенного смесителя снял душ. И вот он подсоединяется. Включаю. И уже совсем другое дело. Я уже несколько раз подключаю. То сюда. То сюда. То сюда. То в эту сторону. То в эту. Оно забивает в эту. Но уже много раз. Сначала делал просто руками держал. Теперь уже могу закрепить. И вот. Смотрите. Выгоняет вот такую вот ерунду. Из середины. Как видите напор совсем другой. Но и много мусора. В одну сторону в другую. И таким образом уже очень много мусора я выгнал. После того как погоняют туда-сюда. Снова поставлено химическое очищение. Чтобы уже до конца очистить. Я хотел бы показать чем все закончилось. Перед сдачей клиенту. Обратите внимание на напор. Который варит. Со всей силы. При подключении. Подключаю в обратную сторону. Потому что так больше напор. Если подключают. Он проходит через автоматику. Там вылочка небольшая. Так больше напор. Больше видно как он бьет. На этом закончилась чистка. Химическая. Механическая. Таким образом можно полностью восстановить работоспособность. Колонки. Вообще не проходила. Вообще. Там буквально прокапывала вода через теплоотенник. Так. Подписывайтесь на канал. Так. Такую технику. Это газовая. Электрическая. Электроинструмент. Все можно ремонтировать. Не используя особых навыков и инструментов. Это не так сложно. Увидимся на канале. Всего доброго.